МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва-Баку сегодня". Коротко о главном. Чем заполнится сегодняшний день новостная картина за три минуты. На полях Всемирного экономического форума прошла неформальная встреча президента Азербайджана Эльхама Алиева и премьер-министр Армении Николы Пашиняна. Переговоры двух лидеров продолжались полтора часа. Позже Пашинян на своей странице в Фейсбук сообщил подробности переговоров. Наш разговор в Давосе был третьим по счету. Как и встреча в Санкт-Петербурге и Душанбе, так и встреча в Давосе не была заранее запланирована. Мы обсуждаем возможности, какие есть условия урегулирования, что возможно и что невозможно, написал премьер Армении. Следует отметить, что график работы главы Азербайджана в Давосе был очень насыщенным. Эльхам Алиев успел принять участие в сессии по теме развития инициативы «Один пояс, один путь», а также провел ряд важных встреч с главами крупнейших мировых компаний, среди которых «Тоталь», «Би-Пи», «Виза», «Всемирного банка», «Лукойл» и других. На форуме в Давосе Эльхам Алиев ответил журналистам относительно возможного вступления Азербайджана в ОДКБ. Азербайджанский лидер заявил в частности вопрос о вступлении страны в ОДКБ или статусе наблюдателя в организации пока еще не в стадии дискуссии. Также в беседе с журналистами Эльхам Алиев заявил, что ожидают полной реализации заключенных ранее контрактов по поставке российской военной техники и отметил, что большая часть уже получена. И что обе страны, Россия и Азербайджан, рассчитывают на продолжение такого сотрудничества. По его словам, закупка российской военной техники Азербайджаном является перманентным процессом. Сегодня стало известно, что в рамках сотрудничества Азербайджана и Белоруссии на Гянжинском автозаводе планируется запустить производство электробусов. В запуске производства электробусов будут задействованы белорусские специалисты. Вместе с тем, в ближайшей перспективе в Азербайджане начнется производство биодизельного топлива. Предприятие будет резидентом Балаханского промышленного парка и начнет осуществлять производство биодизеля за счет повторной переработки использованных шин. Также добавим, что сегодня российский Газпром заявил об открытии своего представительства в Азербайджане. Сегодня президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Планируется обсуждение ситуации в Сирии в контексте решения США о выводе из своих войск. Особое внимание будет уделено выполнению российско-турецких соглашений о зоне деэскалации в сирийской провинции Индлиб. Также есть информация о том, что в рамках переговоров будет затронута тема урегулирования Карабахского конфликта. Стоит отметить, что сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с премьером Армении Николом Пашиняном, который собирается в ближайшее время совершить визит в Россию. На этом у меня все. Еще больше информации на портале москва-баку.ру. Смотрите нас каждый день. Хороших вам новостей сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok